всем привет дорогие друзья с вами александр кондрашов сегодня у нас на обзоре на новинка от компании джи фантом фантом 3 professional это в принципе первый фантом москве именно профессиональный то есть до этого все что вы видели это были адвансы в этом обзоре я хочу распаковать показать что находится внутри этой коробки также в этом обзоре вы увидите сравнение с предыдущей моделью сравнение с топовой модели это джи inspire и конечно же обязательно сравним камеру на этом квадрокоптере с gopro 4 black edition также сравним стабилизаторы давайте сейчас откроем посмотрим что идет в комплекте потому что это уже серийное производство то есть именно в таких коробках и автокомплектация вы можете выкупить стоимость данной модели 1399 евро стоит professional 1099 евро стоит адванс давайте откроем посмотрим что внутри так это чек у нас это мануал сам фантом professional edition отличается золотыми наклейками в этом фантоме новая камера 4к также керамические антенны в ножках находится он по весу примерно такой же стоят более мощные моторы в принципе это наверное основные его отличия также стоит новый аккумулятор который называется 4s он более мощный но летает он столько же до время полета 23 минуты в этом фантоме также есть новшества это сонара и черно-белая камера находится на днище фантома это нужно для того чтобы летать в помещениях то есть он запоминает и фотографирует поверхность на этом фантоме можно уже летать на в помещениях и более плавная посадка происходит то есть ввели новую фишку в приложении вы можете нажать на кнопку и он плавно сам садится при этом более плавно чем предыдущей версии далее обновленный пульт он очень похож на диджа inspire здесь теперь две антенны в отличие от предыдущих фантома второго приспособление для гаджетов пульт отличается от предыдущей модели во первых тем что он совершенно другой в нем есть аккумуляторы то есть не нужно покупать как в прошлой модели он заряжается вот входящий отверстие новая зарядка подходит сразу заряжает и батарею и пульты к этому фантому также здесь находится клавиши регулировки вы теперь можете в полете а например если вы летели на солнце и летите от солнца вас нужно регулировать называемую выдержку из а вы теперь это можете делать прямо в полете прямо во время съемки это очень удобно и также можете управлять наконом камеры при помощи вот этого колесик здесь также есть включить запись сфотографировать и также две программированные клавиши на самом пульте есть которую можете под себя при помощи приложения настроить пульт очень похож на пульт от диджа inspire различились в том что здесь нет hdmi выхода то есть вы не можете напрямую подключить например к плазменной панели при помощи этого пульта вы можете онлайн стримить на youtube прямо ваш полет то есть при хорошем подключении к интернету вы можете выводить картинку прямо на youtube сразу же моментально то есть в онлайн трансляции это тоже большой плюс какие еще изменения вот поставляются так пропеллеры к фантому в таком вот чехольчики 8 пропеллеров то есть под его две пары основные запасные вот такая вот зарядочка она стала значительно меньше всем покажу это заряжает пульт это заряжает батареи то есть одновременно очень удобно здесь у нас инструменты для починки коптера то есть сейчас вам покажу это вот резиночки ключик для разборки сборки подвеса вот комплекте еще идет обычный кабель к телефону samsung для чего он нужен этот кабель очень полезная и нужная вещь как я считаю так как можно подключиться к пульту в котором есть аккумуляторы и соответственно подключить ваш смартфон в этом фантоме такой же hd-link как и в inspire предыдущей модели видеолинк осуществлялся по вай-фай это очень большой минус потому что он разряжает во первых очень быстро и ваш телефон и сам фантом во вторых изображение придает менее качественная то есть вы помните вот картинка разваливающаяся и большая была задержка очень сильно мешало пилотированию здесь же идет передача в hd качестве практически без отставания у меня была такая ситуация вырагает по парка во флориде когда у меня сел телефон и мы ехали на лодке и коптер летел за нами снимал нас и то есть соответственно я потерял видимость что что снимает коптер визуально нельзя было его найти то есть он следовал за мной и сохранял те точки в которых мы находились на лодке то есть и когда он сохранил последнюю точку куда возвращаться мы не знали поэтому мы ездили по всем этим болотам его искали слава богу еле-еле нашли то есть тем самым я чуть не потерял коптер это очень полезная вещь вот очень полезное нововведение вообще inspire очень хорошо подошли к новой модели они учли все минусы сделали очень приятный пульт сделали очень много нововведения этот коптер летает намного дальше намного выше в этом коптере очень много плюсов по сравнению с предыдущей моделью здесь даже на самом пульте а есть например кнопка возврата домой вы можете нажать клавишу и коптер вернется в ту точку в которой вы находитесь вернее в которой он взлетал как и в старой версии он может запоминать . где находится ваш телефон то есть если вы будете передвигаться он будет сохраняться через определенный промежуток времени в той точке в которой вы в данный момент находится то есть если вы взлетали в одной точке и отошли пультом из телефона в другую точку то коптер при потере связи допустим сам вернется в эту же точку когда у меня сел телефон я не знал где за где запомнил последнюю точку поэтому я чуть не потерял квадрокоптер и то что здесь есть зарядка в самом пульте это очень хорошо благодаря этому у вас не будет такой ситуации в которой вы сможете потерять квадрокоптер аккумулятора по этого пульта хватает на 5-6 полетов что в принципе достаточно потому что обычно вы летаете не более трех аккумуляторов в этой модели диджей фантом мы сделали даже прошивку намного удобнее чем была на предыдущей модели то есть я вчера пытался квадрокоптер прошить для этого нужно было просто скачать в квадрокоптере уже идет флешка на 16 гигов флешка люксаровская вот посмотрите 16 гигабайт с очень хорошей скоростью чтения и записи на эту флешку вы просто скачиваете прошивку распаковываете туда в корневой каталог и вставляете включать квадрокоптером в течение 25 минут сам перепрошивается потом идет такой сигнал тут тут вы достаете флешку вставляете обратно в компьютер и смотрите текст файл в котором будет написано либо коптер прошился либо как у меня было написано что коптер не прошился потому что на нем стоит самая новая последняя прошивка и то же самое вы делаете с пультом то есть эту же самую прошивку вы записываете на юсб флешку вставляете сюда включаете пульт и он точно также прошивается то есть это очень удобно не нужно никаких танцев с бувнами в отличие от предыдущей модели также в этой модели разработано приложение диджай пилот называет не диджай vision как в прошлой модели то есть точно такая же программа стоит как такое же приложение как у инспайра в нем вы можете калибровать пульт в общем калибровать сам квадрокоптер очень все удобно сейчас мы попробуем запустить самом деле очень сильное солнце поэтому надо какой-то козырек конечно придумать пропеллеры здесь такие же сама закручиваешься как и на предыдущей версии то есть берем с отметкой два черненьких пропеллера и два сереньких они тут какой-то пленочки надо их сейчас снять защитные эти штучки удаляем этот квадрокоптер я покупал в москве магазине квадрокоптер точка ру ссылочки на магазин я дам в описании если кому интересно также одеваем черные на черные метки то есть видите здесь черные болты одеваем на них показано в какую сторону они закручиваются разведывается на черный опять же сюда же серый в обратную сторону большое спасибо тарасу огнесу за то что он не одному из первых в москве отдал этот квадрокоптер магазин у него кстати находится на арбате куда все вечером поехал и забрал его вот ну что давайте попробуем включить нажимаем калибровать и также как и в прошлой версии вращаем вокруг пока не загорится зеленый опускаем его на 90 градусов вниз переворачивая и калибруем еще раз пока не загорятся лампочки все лампочки загорелись вот переброван еще большой плюс там квадрокоптере то что в него добавили глонассовские спутники то есть на данный момент у меня 16 спутников раньше была очень большая проблема в предыдущей версии очень долго ловил спутник приезжаешь куда-нибудь и стоишь полчаса даже в дубне у нас было такое что мы не могли вообще поймать только пять спутников в том когда у него он ловит менее 6 спутников он ведет себя неустойчиво то есть если вы отпустите джойстики его будет сносить это очень плохо и вы можете его потерять при 16 вот сейчас даже 17 спутников ловит он будет стоять я сейчас вам покажу стабильно то есть соответственно запускается он точно так же как и предыдущая версия я сейчас сразу нажму запись так ничего нас не улетела запись видео все видео у нас пошло сводим стики вниз и друг дружке теперь это новая фишка он прогревает моторы таким в ум два раза начинаем взлет сейчас я вам покажу как он себя достаточно стабильно должен вести обязательно положение стика должно быть на п это означает сейф to fly gps то есть он будет летать по gps у здесь три положения pf то есть а это соответственно если вы будете летать по по сонар опа я сейчас его выключу потому что я забыл снять подвес вот ну что полетели вот что я хотел конкретно показать что он ведет себя стабильно если даже я его сторону буду отводить он все равно возвращается то есть в любую он все равно вот смотрите это очень неудобно то есть в предыдущей версии не такие мощные моторы вот по управляемости сразу чувствуется что он просто как вкопанный себя ведет при этом есть небольшой ветер вот есть ветер видно как он с ним борется и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Дисторсию так называемую! Добро пожаловать на наш канал! Диджей Фантом какая камера! Добро пожаловать на наш канал! 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 в руки на пыльники на всевозможное если есть какие-то вопросы подержать фантом пишите мне вконтакте ссылки тоже все в описании я обязательно еще сниму с ним видео тесты попробую сегодня ночью что-нибудь отснять это вы купили фантом и теперь у вас стоит вопрос в чем его перевозить так как я уже более года владею фантомом и сейчас с ним путешествую самый простой вариант это купить сумку для именно фото-видео оборудования потому что к ним привыкли все таможенники все остальные то есть не обращают на рюкзаки вообще никаких внимания если вы купите кейс например диджея фантом он выглядит как кейс для профессионального оборудования и соответственно вас сразу же будет останавливать и интересоваться что-то что же там внутри и соответственно будут возникать вопросы вы не шпион ли вы там или еще что то то есть я даже на круизный корабль на который идет полный досмотр я проносил несколько раз у меня даже но никто не замечал предыдущую модель я продал вместе с той сумкой и вот купил опять такую сумку стоимость ее порядка 3000 рублей сейчас я вам покажу какая что она из себя представляет эта сумка для объектива фотоаппаратов фирма диком у аж 40 по-моему называет вот кому интересно вот диком вот такая сумка как будто специально сшита под этот фантом сейчас я вам покажу вот так она выглядит изнутри соответственно это мешочек сразу убираем он для того чтобы вода не попадала то есть если вы поедете в дождь сверху просто его денете и соответственно вот эти все стенки мы сразу же отсюда выдираем они нам не понадобятся снимаем винты они также рукой легко откручиваются если вы их не сильно не затягивали да посадил его на землю весь грязный теперь одеваем стабилизатор вставляем фантом пропеллеры кладем обратно и делаем вот так дальше берем пульт вот таким вот образом у нас все укладывается там цартиковый он совершенно небольшой сюда соответственно мы кладем зарядок в этот карман я даже на велосипеде с этим рюкзаком езжу а сюда соответственно можно вставить аккумулятор и все вот такой вот совершенно небольшой рюкзак очень удобно и внимание то есть никто никогда не подумает что у вас там лежит квадрокоптер можно куда угодно пронести еще одна попытка запустить коптер то есть попробуем вот здесь во дворе его запустить не знаю что из этого получится и сравним еще раз то есть вот он выглядит как при этом мы можем менять и совете затемняя делаю более светлой то есть можно даже вот так засветлить сейчас я сразу включу запись и вот покажу вам как на записи можно менять из а то есть можно вообще в полностью темный а и 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 Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok На самом деле сложно сделать какие-то нормальные кадры, потому что постоянно здание в округе и ветер сильный. То есть реально страшно его просто в первый же день потерять. Поэтому я особо не... Ну извините, что такие кадры получились не очень красивые. Я еще не разобрался вообще. То есть очень сильно отличается регулировка той же камеры. То есть раньше это привычно было. Просто на телефоне делал, а сейчас рукой можно крутить. Поэтому достаточно сложно. Такое впечатление, что у меня телефон не тянет вот это изображение, которое передает коптер. Потому что он у меня зависает, начинает крашиться картинка. Даже не знаю, может сейчас на Насте на айфон поставлю и попробую с айфона сканетить. Если у него по новее телефон, у меня Galaxy S5. Хотя он... Список рекомендуемых устройств входит. Samsung Galaxy S5. Но у меня почему-то он не тянет. Но Samsung они глючные, поэтому... Сейчас попробую с айфоном следующий полет. Может быть, будет все намного лучше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok